Буферингейм, все, ура, значит игра сейчас начнется, я, наверное, начну запись Всем привет еще раз, всем доброго вечера, доброго ночи, доброго утра, дня, кто когда будет смотреть, если будете смотреть это в записи Это Sky Gaming против WinFact, это турнир Tech Labs Cup, группа C, последняя третья игра на сегодня, последняя игра третьей группы Винфакт против Sky Gaming, неожиданно для многих, Sky Gaming, скорее всего, окажется за бортом плей-офф, скорее всего, они не выйдут в следующий тур соревнований Винфакт выйдут 100%, причем, если я не ошибаюсь, 100% выйдут с первого места Так, как выиграли они у Alternate, у Sky Gaming 3 очка на данный момент, у Винфакт 6, у Alternate 6 Вот эта игра решит, смогут ли Sky Gaming как-то ворваться, посмотрим, но, конечно, очень-очень вряд ли Лерпис пишет с никнейм, что любит честный пинг от шведов, шведы замашнили себе сервер Ну, вы видите, у шведов пинг 8, 7, 6, у финнов пинг 30, 20, 20, 20, 16 Разница есть, разница есть, у шведов пинг вообще лановый Шведы ликуют, ликуют и радуются Опять Dead Rain, опять всеми нами знакомый Train Если честно, мне не очень нравится вот эта тенденция Сколько дней я с вами наблюдаю, да, за Counter-Strike, и постоянно карты повторяются Первый день у нас был Inferno, второй день у нас был Nuke А, нет, там тоже Train был два раза Но вот сегодня, сегодня один Train, один Dust и вот еще один Train Ни разу еще не было такого, чтобы три карты и три разных карты были Нет, все время что-то повторяется, ну, ничего страшного Посмотрим за Train еще раз Понаблюдаем за SK Gaming на Train еще раз Если честно, я не очень впечатлен был игрой SK против Virtus.pro Я, знаете, не кидаю никаких камней в огород ВП, но Но не впечатлила игра вот именно в атаке у SK Gaming Да, защита, защита как обычно, все отлично, все круто Атака была, не могу сказать, что какая-нибудь интересная Пытались играть в дефолт Все игроки, Face сейчас промахивается, эх, как же так Ну, это не мешает, это не мешает SK Gaming просто без шансов выиграть ножи Ну, вот сейчас тут Аллу по одного зарезал и все И тут уже пошли... пошла мясорубка от шведов Все, наконец-то мы смотрим за игрой 12 часов ночи Как обычно, часовая задержка к последней игре у нас вырастает Первый день мы начали последнюю игру в час ночи Вчера мы тоже начали в час ночи И вот сегодня, так как игры начались на час раньше В 9, а не в 10 по Москве Мы вот смотрим третью игру в 12.00 ровно По Москве просто вот Со швейцарской точностью, да, по часам Но вот единственная разница в час получается Ну, ничего страшного, время еще не такое позднее Если вы не живете за Уралом Все, пистолетка Пистолетка, финны в атаке Финны в атаке, шведы опять Добыли себе огромное вот это преимущество, да, начать в дефе Гитрайт минус Люрпис Сразу Гитрайт минус Хан Бэйсик наконец-то успокаивает Кристофера Ласунда Бэйсик минус Форест Трейс находит там у нас Аллу Это, по-моему, было в районе зелени Или нет, это было на центре Трейс находит Бэйсика И последний, Ослак Который вот Тоже ругается на пинг Так, Ослак Разбирает Робана Эх, патроны, патроны, патроны Кончились Патроны грамотно, грамотно Видели, Ослак разворачивается Разворачивает голову Так, что тут пишет Люрпис ругается Пишет, что Да я лучше посмотрю Deadliest Catch Не особо понятно, что это такое Чем буду играть на этом сервере Форест пишет Тогда выйди и помолчи Люрпис пишет, что Ну, you mad, бро В общем, разборки Разборки между скандинавами Хотя нет, бру Не между скандинавами Между нордическими народами Все-таки финны к скандинавам Не относятся Финляндия это Северяне Как они себя называют Ну что, а дальше от Винфакт И тут, да Тут вообще без шансов Просто принимают Принимают шведы Ну, ТСК Гейминг Это такие вот ребята Да, скользкие типчики Которые Вот из-за Пинги 10 Будут машнить целый час Пока Админы и команда противников Скажет Ладно, окей Все, пошли Пошли уже Играй В Швеции В Швеции Кстати, тоже Очень многие Не любят Фнатики там Гораздо в большем почете Потому что Знаете, какие-то фнатики Отличная флешечка От Трейса По-моему Это была флешечка Тут опять Глоки Естественно Но на Трейне Надо Надо много денег От Трейне Полубайми Не отделаешься Робан Тут напихались С Глока Через Весь плент Две пули По башке попали Но это Как слону Дробина С такого-то Расстояния Бум Люрпис Подрывается Гранаты Гитрайта 3-0 3-0 И наконец-то Закупка Ну вот Кстати Заметьте У Virtus.pro Пинг был Разницы гораздо больше Чем у WinFact С СК И никто из игроков Virtus.pro Даже слова не сказал Все отыграли молча У Кучера был Вообще Пинг 75 Люрпис Если у него Будет Пинг 75 Он просто Ни за что В Counter-Strike Не зайдет Вот она Разница Между Менталитетами Людей Но Люрпис Хочет Хочет выиграть Люрпис Очень Жаждет Победы В групповом этапе Почему Потому что Это очень сильно Упростит Жизнь команды В четвертьфинале Лучше конечно Попасться на При всем уважении К ребятам Из VFord Лучше попасться На VFord Чем на ESC Gaming Например Или лучше Попасться на VFord Чем на Na'Vi В четвертьфинале Best of 3 матча Поэтому Фины конечно Хотят с первого места Выходить И хотят вообще Отправить SK Gaming Домой Потому что Ну Постоянное противоборство У северных народов Европы Вот между Финнами и шведами Между шведами и датчанами Между Шведами и норвежцами Недолюбливают Они друг друга И много У них Всяких Люрпис Отлично Минус 0 Робана Форест Правда Ответил Киллом Ослака Форест Еще Люрпис Забирает Аллу Минус Форест 3 в 3 Неудачно Аллу Приземляется На вагон Теряет он ХП Трейс Находит Хана На 5 Взятой линии Так Аллу думал По-моему Что это Тело Это оказывается Не тело Так Ну что Аллу Обманет Или нет Гитрайта Алла Даже не пытается По-моему Обмануть Гитрайта Так Гитрайт Залезает На вагон Увидел Увидел Аллу Все Аллу Ты не жилец Тебя спалили А ты Не спалил Аллу Молодчина Просто отлично Каким-то Своим Броуновским Движением Путает Путает Бедного Кристофера Аласунда И Первый раунд За Афинами Первый раунд За Афинами И Это очень Радостное Событие Для Всех Не любителей Команды SK Gaming Которых Я думаю Тоже Столько же Сколько и любителей Я за справедливость Я за справедливость Я за то Чтобы финны Вышли из группы Я за то Чтобы Альтернейт Вышли из группы Почему? Потому что Альтернейт Выиграли В SK Gaming Это будет справедливо Ну Победит сильнейший Победит сильнейший Выйдет из группы Тоже сильнейший Посмотрим Тут пока Фаст Фаст А Был В исполнении Финов Разменяли Три на одного Остались Два в четвером Хан отлично Снимает Трейса На выходе Сверхнизу Я просто уверен В этом Да Робан Минуснул Аллу С хелпы И что? Хан будет тащить Пытаться Бомба у него есть Шведы думают Что он уходит На б-плант А он не уходит На б-плант Времени 54 секунды В принципе Хан мог бы Кого-нибудь подождать Там В перемычке Вот Робана Например Снять Но Робан Молодец Робан Никуда не вырезает Человек опытный И здравомыслящий Главное Вот сейчас У Робана Уже позиция Явно В разы лучше Бомба поставлена Игрокам Главное сейчас Не выходить По одиночке Да Они все это Прекрасно понимают И Хан попадает В ногу Робан Сейчас его взорвет Да Минус Робан Фейс Хан Клач Один в один Фейс Молодец Да Первый же пулей Попадает в голову Хан Хан даже не успел Зум включить Диффуз 4-1 Но с экономической Точки зрения Для финнов В принципе Все неплохо Шведы потеряли 4 девайса Осталось у них Только 1 ВП Сейчас будут Какие-то дропы Да Фейс отдает В стену А веб У финнов Тоже закупка Должна быть В принципе Бомба ставилась Не знаю Почему они решили Сыграть Глок Эко Им виднее Убегают На Фореста Форест Вообще Ни в какую Не хочет Отдавать Себя На растерзание Это 5-1 Ну вот смотрите Фины Практически Идентичны Виртус Про На Детрейн В атаке Против СК Гейминг Да Они потащили Один раунд Но Все равно Счет разгромный Все равно Счет разгромный И По большому счету Фины Тащат Именно стрельбой Именно перестреливая Какими-то Просто жесткими Моментами Там по минус 3 По минус 2 С одной точки То же самое Что получалось У Виртус Про Исключительно Это получалось У Виртус Про Фейсы сейчас Должны снять Да Бэйсик снимает Фейса Выход на закрытый Прошел Там на верхнем парике Кто-то из контров Бэйсик этого Не чекает Почему-то Я вообще не понимаю Как до сих пор Бэйсик жив Но уже Бэйсик не жив У Хана Тоже позиция Явно На Убой У Хана 1 хп Да И Робан его находит Ну смотрите Что делают шведы 4 в 4 ситуация Вышли на плент Ну все отлично Казалось бы Ну куда же вы лезете Ребята Ну поставьте бомбу Отойдите назад Нет Пошли И все просто Поодиночке Наотдавались Причем Бэйсик Ну Честь Бэйсику И хвала Что он по второй линии Успел пройти Просто до стены Да Как в бассейне Дотронуться до стенки Развернуться И поплыть в обратную сторону Нет Не успел Но до стены Дошел До конца плента Как он это сделал Мне не особо понятно Там со всех сторон Просто было Были толпы шведов Все пакет выбит Вот черненький Мы видим На своих экранах И Этапотека Этапотека Это 7-1 И шведы По-моему хотят Хотят выйти из группы Но это будет нечестно Честно скажу Ну просто Ну посмотрите на пинг Лановый пинг Против такого Конкретно Среднего интернет пинга То есть 50 и 30 На мой взгляд Разницы нет Но вот 6 и 30 Это разница огромная Или там 10 и 30 Ладно Хватит уже О справедливости Говорить Давно пора запомнить Что в жизни ее очень мало Практически нету Так Фейс Боится Форест находит Хана Хан тут на верхнице Да был Так ну что Будет выход под Закрытый Или будут попытка Какого-то фейка Потому что уже Двоих потеряли Да Фейкать уже Бессмысленно Да и фейс Там принимает В планете Как Заправский Дефер С атаксом У него не получалось На втором дасте Зато Зато Свинфакт На тройне Получается 8-1 Смотрите Ну что это такое Что по деньгам У финнов У финнов Есть закупка Не могу сказать Насколько она Удачная Сейчас ослак Будет под флешечку Запускать финнов На зелень Посмотрим Что из этого получится Пока получается Не очень Пока в дым шьют Шведы Останавливают Флешками Финскую команду Гитрайт Уже Минус 0 Бессика Так Форест Минус ослак Да По моему Это 9-1 Да Это явно 9-1 Хан последний Хан успел Забрать Робана Дать два минуса 9-1 Это Это уже Попахивает Жарином Для Для финнов Вот мне кстати Интересно Почему У Трейса Вроде Датчане На пинг Лучше Чем У шведов Хотя Нет Теперь Хуже Но Такой же Пинг Странно Странно Почему Потому что В принципе Дания Швеция Не так Близко Друг Друг Находится Ну Да Это Странно Соседи Но Города Там Достаточно Далеко Друг от Друга У меня Есть только Вариант Что Трейс Сейчас Находится В Швеции Что Тоже Вполне Вполне Вероятно И Опять Эко Эко У Атаки Попытки Тачдауна Какого-то Ну Таслак Уже Уже Падает Финны Засели Вообще Вдвоем Смотрите У себя На респе Бэйсик С лирписом Видимо Финны Что-то Обсуждали Что-то Хотели Выяснить Придумывали Потому что Надо В принципе Финнам Достаточно Взять Раунда В шесть И Все Будет Все Будет Решено 10-1 10-1 18-2 А Вот Все Понятно Люликс Пишет Что Мы Смотрели Deadless Catch Instead of This Что-же Такое Deadless Catch Смертельный Catch Ловить Смертельная Уловка Вот Наверное Наверное Это так Называется По-русски Так Бэйсик Наконец-то Открывающий фраг За финнами Ненадолго Так Ну Три в три Три в три Хан Опять Ворвался Поверхнизу Опять Удачно Очень Забирает Новый игрок Хлан Минус Форест Там еще На пятой линии Сидит игрок Хан По тебе Есть инфа Но ты Ну ты Справишься Я верю В тебя Нам Нужна Интрига Алла Находит Трейс И Аллу Шикарней Хэндшотом Забирает Еще и Фейса Минус Трейс Минус Фейс Вот Так Чтобы в рифме Было Хорошо Аллу Решил Еще и Фейса Тоже По Фейсу 10-2 10-2 И просто Каждый Каждый Проигранный Раунд Для СК Это Как Ножом По Горлу Просто Каждый Проигранный Раунд для СК Это Очень Опасно Я Честно Не Считал Раунды Но После 28-2 У Альтернейт Альтернейт Практически Вне Досягаемости Для СК Гейминг А вот Сколько У Финов Плюс Финов Тоже Хороший Плюс Они Хорошо Выиграли У Альтернейт Они Хорошо Выиграли У Виртуз Про Впринципе У них Там Нормальные Такие Плюсы И Ещё Тут 4-2 Предпоставленные Бомби Это Ещё Один Раунд Для Финов Да Слак СВП Снимает Гитрайта Остаётся Последний Последний Форест Его Находит Пэйсик 10-3 10-3 Я думаю Что Если Сейчас Первая Планета Закончится 10-5 То Впринципе СК Гейминг Могут Выходить Сервера И Дальше Мошнить По поводу Пинги 2-3 5 Против Финов Деньги Уже Последние Деньги ВСК Гейминг Пошли В ход Я уверен Что Если Сейчас Финны Выигрывают То Потом Потом Закупка Будет На Последний Хан Минус Форест Робан Минус Хан Фейс Убирает Аслака Плохой Плохой Опенинг До Финской Команды На Плэн Кое Как Вышли Но Тут Получили От Трейса Да По Люрпис Суфа Есть Фейс Минус Люрпис Алла Последний Бедный На Плэнте Да Его Гитрайт Находит Это 11-3 Это 11-3 И По Моему Судьбу С Шведской Командой Решит Пистолетка Уже Уже Пистолетка Форест Взял Штайр Тоже Немножко Странное Решение Ухана Пинг 130 Посмотрите Что у этого Финского Игрока Происходит С интернетом Подскакивает Пинг До 130 Иногда Гитрайт Минус Ослаг 3 в 4 Нужны Нужны Фраги От Финнов Так Форст Прикрывает Бэсик Промахивается СВП Это Уже Так Хан Отлично Минус Гитрайт Форст Забирает Хана И Это 12-3 ГХ Гуд Хав И Рестарт Сразу же Рестарт Никаких Пауз Чем мне нравится Техлапс Ну он мне много чем нравится Но вот этим тоже Мне нравится Тем что здесь Никаких пауз Именно во время игр Да Иногда бывает Игра задерживается На часок Но Зато уж Если начали играть То играют До упора 12-3 12-3 Фином надо Собрать булочки И Потащить Потащить Раундов Так 5 Смотрим У нас Есть Две брони Броня у нас У люркс И у бейсик Смотрим где у нас бейсик Бейсик на Балкончике Сидит люркс На зелень Интересная ситуация Да А плент У нас Бронированные Финны Вдвоем И Хан Такой Свободный Боец В перемычке Между А А Финны Мы пока еще Не решили Куда они Пойдут Скорее всего Это будет Фейк Шведы Не решили Да Естественно Скорее всего Это фейк БМ Сейчас Робан Закидают Выйдут Постреляют Оп 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 И Убегут Но Хан У нас Парень Стрелянный Знает Что делать Правда Получает По голове 16 хп Остается Бейсика Уже На скале Забрали И Пора бы Пора бы Уходить Финном С Б На А Хан 16 хп Все равно Успевает Забрать Одного Хан 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 Да Ну это Раунд За Так Это уже Раунд Не за Финнами Ох Не за Шведами Финны Просто Вытаскивают Красавчик Ослак Сколько же Он там Сдал Минусов Ослак Раз Два Так Два Минуса За Ослаком Два Минуса За Аллу И Один За Ханом И Пистолетка Вытащена За Винфактами Шикарно Шикарно Конечно Сыграли Финны Я Правда Знаете Так Уже Расслабился Вы так Сказать Энншпиль Раунда О том Что СК Выигрывает Пистолетку И У финнов Будут Эко-раунды Нет Не будет Эко-раундов У финнов Будут Болевые Баи У шведов Шведы Вабанк Идут Два Калаша Три Дегла На Детрейн Это Конечно Очень Смело Очень Смело Против Шведов Выступает Три Кальта Два Фамаса Ну Вы понимаете Что Три Кальта Два Фамаса Это Лучше Чем Три Дегла Два Калаша И Естественно Атака Под Закрытый Ну Просто Чтобы Сократить Дистанцию Деглов На Открытом Планте С Деглами Делать Вообще Ничего Я помню Я помню Мы с Алексеем Колесниковым Обсуждали Розыгрыш Деглов На Детрейн Что он Может Сработать Только При Одном Условии Если Дегл Выходит Дает На Близкой Дистанции На Зелени На Верхнизе Дает Быстрый Хэдшот Подбирает Девайс И тогда Да Он Может Сыграть В Иных Случаях Практически Практически Нереально Аллу Не дает Поставить Бомбу Что Тоже Неплохо Делать Размен 3 в 3 Но 3 в 2 3 в 2 Бомба Поставлена Да Шведы Молодцы Шведы Молодцы Справились С этой Задачей Детрайт Еще Где-то Нашел Хана И Люрпис Один в 2 С 26 ХП Ну Тащить Конечно Можно Но Очень Сложный Накрест Взяли И Он Вообще Не смотрит Ни одну Ни вторую Точку Да 13 4 13 4 И Все Сначала Для Финов Двайка Раунд Двайка Раунд Для Финов Это 15 4 15 Можно Пока Вот У нас Экраунд Финской Команды Можно Заняться Математик Можно Посчитать Попробовать Разницу Раундов На данный Момент Даже Не знаю Как нам Это Сделать Вот Так Сделаю Попробую Открыть Результаты Результаты Минус 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 16 Это Плюс 10 Плюс 14 Раундов У Альтернейт За 3 Игры У Винфакт Винфакт Плюс 10 Плюс 13 Плюс 23 Вот Собственно Разница У Шведов На данный Момент Плюс 4 Минус 4 Плюс 10 Плюс 6 Ну да Кстати Вполне Могут Потащить Шведы Шведам Достаточно Выиграть Разницей В 11 В 10 Раундов У Финов И тогда Они выходят А 10 Раундов Это Не так Мало Даже по-моему В 9 Раундов Разница Достаточно Так 3 1 3 1 Это 14 Да Все правильно 14 4 Как раз Вот она Разница В 10 Раундов Имеется Финнам Надо Финнам Надо тащить Финнам Надо тащить Еще 7 Раундов 7 Раундов Даже по-моему 8 Чтобы Выбить Эскоген Винфакт Винфакт Встреча 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 С Робан И Трейсом Посмотрим Сможет ли Аллу Справиться С этим Задачка Не из легких Аллу Не справляется Да Робан По нижнему парику Проходит Сбирает Аллу Не очень удачно Начало Так Бэйсик Минус 2 4 в 3 Ставится Бомба Палец Игрок На первой линии Трейса Не забирают Ослак Но Точнее Не Ослак А Люрпс Не забирает Трейса Но зато Ослак Забирает Двоих И это 5 14 Финики Все-таки Берут 5-й раунд И Шведы Что у шведов По деньгам Ну есть у них Деньги Все хорошо Три раунда Подряд Бралось Поэтому Еще одна Закупка Будет 5 14 14 5 Играть Еще 11 Раундов Из этих 11 Раундов Половину Надо брать Фин Даже Больше Больше На 1 Так Бэйсик Минус 1 Вот смотрите Какая быстрая Инфа у шведов Мгновенно Просто Через полсекунды Уже игрок Развернулся И знает Где Где Противник У Вот У Вертус Про сегодня И у Атакс Я вот этого Не наблюдал Были моменты Когда В спину Убивали По 2 По 3 Человек Особенно Вертус Про на трейдинг Был пару раз Такое Ну команда Новая Простительно Пока Пока Еще Такой Сыгранности Между игроками Нету Между тем Гетрайд С Форестом Тут Разделываются Просто Со всеми Аслак Опять делает Минус 2 Опять Дефузит Бомбу И опять Вытаскивает Раунд Жалко К сожалению Пролагал Турнира Техлапс И фейс По моему Тоже не хочет Фейс Идет 0.4 Пора бы Фейсу включаться Ну на то Он известен Тем что Фейс Это игрок Обороны За атаку Фейс Очень редко Показывает Какие-то Крутые результаты Прошли На 6 линию Шведы Люрпс Нашел В дыму Робана На 6 линии Форест Уже на винте Ждет Каких-то Аркад Сокрытого Никаких Аркад Не будет Фины Отходят Через Хелп Так Ну и что Трейс Трейс Должен упасть От бейсика По-хорошему Да Бейсик Сбирает Трейса Бейсик Сбирает Фейса 2 в 2 Ситуация Потому что Детрайт Сбирает Бейсика Все-таки Ну Бейсик Сделал Свою задачу Выполнил Забрал Двоих И все Все вроде бы Хорошо Если бы Не так Все плохо Почему Потому что Ну хан Сейчас будет Страдать Да Накрест Взяли Финского Снайпера Шведы Алу Алу Спалился И Шведы Вообще Решают Уйти На Б Плант Грамотное Решение Алу Должен Понимать Но Алу Может Потащить Нет Алу Не тащит 15 раунд Для Шведов И Это 15-6 15-6 Нужно Финнам Брать Еще Еще 5 раунд А играть Осталось 9 А у финнов Нет денег Да Печально Конечно Больше всего Мне жалко В данной ситуации Альтернейт Команда В руках Который Точнее Судьба Который Не в руках Этой команды Уже Танем сидеть И ждать И смотреть Смогут ли Винфакт Взять раунд А я уверен Что Винфакт Хотят Винфакт Очень сильно Не любит СК гейминг Ну Винфакт Вообще Такая команда Знаете Любит Поныть Но Вот В данном Случае Я абсолютно С ней согласен И абсолютно Поддерживаю Ее Но Это по делу Почему Почему Когда играет Шведская Финская Команда Игра Проходит На Шведском Серве Это как-то Unfair Слегка У финнов Вроде как Юспы Да Но финны Все равно Не сдаются Финны Все равно Что-то Пытаются Придумать Какие-то Вот Такие Засады Устраивают Ну Все Аллу Остается Последний Аллу Просто Побежал И сдался 16-6 Все ГГ Шведы Выиграли Так Что-то У меня Со счетом Напутано Счет Был 12-3 Или 13 Или 14-2 Вот если 14-2 Ой, 14-2 12-3 12-3 Или 11-4 Вот в чем вопрос Потому что я что-то напутал По-моему все-таки 11-4 11-4 То Нет, все-таки По-моему вот так Счет по раундам Напишите мне вконтакте Пожалуйста Я как-то сбился С этими экораундами Видимо где-то Что-то не проставил По-моему все-таки 12-3 Да И в итоге 18-6 18-6 И все очень печально 19-6 Сейчас будет Останется 5 раундов Которые все 5 Надо Финнам Вытаскивать Да, финны расстроены Явно видно, что Финны Финны расстроены Финны могли бы Вытащить Смотрите, что делать Финны на юсповом Эко 2 в 2 У Фейса Чуть-чуть Совсем ХП 6 Ну зачем Хан полез За девайсом Эх Так, видим мы Где два игрока И вот выключу я Валхак И посмотрим За действием Бэйсика Парня 55 ХП В принципе Две пули В голову Форесту И Фейсу По одной Каждому И раунд Он вытаскивает Не выдерживает Так Бэйсик Минус 1 У Фейса 6 ХП Бомба на руках 35 секунд До конца раунда Ух Так, спрашивают Админ Раунд Каунт В тайбрейке Или нет А Все понятно Будут ли считаться Раунды Между В игре С Virtus.pro Не будут Бэйсик Вытаскивает Юспы Тем временем Админ Сказал Что не считаются Разницы раундов Игры Virtus.pro Поэтому Винфакт Плюс 16 С Alternate То есть У Винфакт Сейчас плюс 16 У Alternate Минус Минус 16 Плюс 4 Минус 12 У SK Gaming Да По ходу дела SK Gaming Проходит Альтернаит Почему? Потому что Альтернаит Очень сильно Проиграли Винфакт Так Тут 2 в 2 Подведем Уже подсчеты По окончании Игры Пока Смотрим За игрой 2 в 2 Бомба поставлена 2 сотых Игрока Есть По одному У каждой команды Что поставил Сейчас Робан Вообще Аллу Просто В полете Бедный Аллу Отлетел Выпрыгнул И тут же Влетел Обратно Так 12-3 Все правильно 19-7 12-7 Осталось Играть 4 раунда У Винфакт Тем временем Плюс 4 На данный Момент SK Gaming Вообще Выдут С первого Места Знаете Вот оно Что Так как Игра С Virtus.pro Не учитывается SK Gaming Выдут С первого Места Ну это конечно Тролололо Момент SK Gaming Проигрывают Команде Атакса Атакса Занимает Третье место Это Это онлайн Чемпионат И это следовало Ожидать Что вот такие Ситуации Будут Мне очень жалко Безумно Жалко Бедных Немцев Которые Очень красиво Играли Люрпис Вызвал На дуэль Фореста На ножах И проиграл 27 27 У шведов Минус 4 Было Становится Плюс 13 Плюс 9 Да А у финнов Становится Плюс 6 И Я так понимаю Что SK Gaming Выходит Ой Что Что Я Сделал 21 7 Да Это 21 7 И Остается Играть 2 Раунда Я Не Следил Сейчас За Раундом Честно Скажу Там Была Отдача И Все Было Все Было Понятно И так Хан Минус Get Right Это Это была встреча На эльвию Встреча На зелени Хан Сейчас Будет Пытаться Сделать Еще Минус Ой Как Сейчас Промазал Хан Как же Обидно Ну Это Нам На ЛТВ Кажется Что Тут Дымов Нет Ничего Нет На самом деле Здесь Все Задымлено Так Что Не Видно Вообще Ничего Как Шведы Что Находят Тут Я Вообще Не Понимаю Трейс Тем Временем Проскочил На Шестую Линию Под Скалу Обратно Ушел Шведы Финны Наконец Добились Численного Какого-то Преимущества Хотя Б Вот Хоть Как-то Могут Передохнуть Фу Слава Богу Нас Тро Их Двое Можем Одного Отправить На Инфу Люрпис Так Очень Очень Опасно Сидит Его Могут Со Спины Убить Но Люрпис Хорош Не Хватает Его На Робана У Робана Остается 37 ХП Робан 1 В 2 Алу Забирает Робан 21 8 Последний Раунд Последний Раунд Сегодня А потом Уже Перейдем К Математике Но По-моему Там Все Печально Для Альтернейт Ежели Я Не Ошибаюсь Альтернейт Послужили Таким Знаете Полупроводником Между Винфактом И СК То есть Они Еле-еле Выиграли У СК Но Просто Хлам Проиграли Винфакту АСК Гейминг Выиграли Ну С разгромным Да Счетом Получается У Винфакт И Проиграли Уступили На Втором Дасте Команде Альтернейт Атакс Интересная Подсадочка Такая Подсадочка Двойная На Зелень А тут Никого Нет Да Да Сидите Ребята Да На Здоровье Да Не Жалко Но Это А Это А Плэнд Это Фейк Б Скорее Всего Потому Что Трое На Зелени Ну Вот Собственно Поэтому Это И Фейк П Но Нет Смотрите Это По факту Это Получается Именно Фейк Зелень И Выход Под Закрытый Выход Под Закрытый Причем Он Уже Прошел Ослак Находит В дыму Гитрайта Трейс Находит Люрписа Форест Находит Аллу Так Ослак С бейсиком По Фрагу И Что Последний Фейс Фейс Один ХП 21.9 21.9 Я Все Правильно Посчитал Ск Гейминг Выигрывает Итак Что У нас Получается Что У нас Получается Плюс 12 Раундов Зарабатывает Ск Гейминг И Имеют Они Минус 4 Раунда Против Альтернейт У них 8 Раундов Плюс У Альтернейт Минус 16 Против Инфакт И Плюс 14 И Плюс 4 У Ск Это 16 Минус 4 Минус 12 Раундов У Альтернейт Плюс 8 У Ск А У Винфакт Плюс 16 А Плюс 16 И Минус 12 Плюс 4 Раунда Ск Гейминг Первое место Винфакт Второе место Альтернейт Третье Альтернейт За Бортом Ну и Вертус Проз Занимают Четвертое Место В Группе Н gw Место Место Третье С И С До У ских П После С